Музыка Хватит! Сегодня я бы хотел говорить про такую тему, как смелость. Много разных понятий есть про смелость. Кто-то может думать, что смелость – это хорошо, кто-то, наоборот, плохо. Кто-то может путать смелость с наглостью. Сегодня я хотел бы немного в этом разобраться. Мы живем в очень такое интересное время. Время коронавируса, этой эпидемии, пандемии. И никто не знает, кому верить. Есть новости, где публикуют какую-то статью, и через час могут взять и опубликовать то, что, извините, это был фейк. Потом могут прийти родители и сказать, что вакцина – это плохо. А потом их заставят вакцинироваться. Они такие, ну, неплохо так-то. И просто, ну, мы не знаем, кому верить в это время. Даже врачи спорят между собой. Врачи не знают, что делать. Кто-то говорит, это плохо, кто-то говорит, нет. В общем, не знаете, кому верить. Но я хотел бы сказать вначале то, что есть что-то, на чем можно основываться. Это Слово Божие, это Библия. И Иисус сказал своим ученикам в Библии – все пройдет. Штормы, бури, пандемия, коронавирус – все пройдет. А Слово Мое останется. Библия никогда не будет врать. Она не будет никогда метаться из стороны в сторону. Она не скажет, что пандемия – так и сказал прямо. Она не будет говорить, что пандемия – ну, это нормально там. А потом, как узнают люди то, что это плохо – ну, нет, это плохо. Библия говорит одну истину, она будет неизменная и вечная. Послушайте внимательно один стих, на нем будет строиться вся моя сегодняшняя тема. «Ведь Бог дал нам не духа страха, а дух силы, любви и благоразумия». Это, если что, послание к Тимофею. Раньше я читал этот стих примерно так. «Ведь Бог дал нам не дух страха, а дух любви, силы и благоразумия». Вот я вообще не обращал внимания на вторую часть до того, как я начал готовить эту тему. Но здесь вторая часть ничуть не меньше важна, чем первая. Он дал нам дух силы, дух любви и дух благоразумия. Мы сильные, мы любящие и мы благоразумные. Поймите это. В это время постоянного коронавируса, вот это то, что я описывал, есть кризисы мировые, вселенские, республиканские. И просто, ну мы чувствуем себя какими-то букашками в этом всем мире. То, что от нас ничего не зависит, есть государство. Скажут носить маски, буду носить маски. Скажут ходить на голове, буду ходить на голове. Что скажут, то и буду делать. Ну что я могу, в этом мире ничего не зависит от меня. Но откроемся, откроемся. И если вы знаете историю с Тимофеем, знаете то, что у него был такой же период, когда он думал, что он ничего не знает, не значит. И Павел в этом послании, которое я прочитал повыше, говорит Тимофею прямым текстом. «Эй, Тимофей, очнись, очнись, у тебя есть силы, прекращай думать, что ты ничто, что ты букашка-таракашка или ты пылинка, не знаю, но...» Павел говорит Тимофею, «Бог дал тебе силы, Он дал тебе духа силы. Ты можешь молиться, ты можешь связывать, развязывать, можешь провозглашать, исцелять, творить чудеса, все что угодно можешь. Никогда не смотри на себя так, будто ты ничего не стоишь». И мы все, которые сейчас меня слушают, я надеюсь, вы не думаете, что мы ничто, что мы ничего не значим, никогда не принимайте такую позицию. Вы дети Божьи, и вы можете всё. Пропустим часть про любовь, потому что о любви их часто говорят в церкви, много тем про любовь. Я бы хотел перейти к третьему пункту. Что такое благоразумие? Благоразумие — это здравый разум. Почему вообще я говорю здесь про... Почему в этом стихе говорится про благоразумие? И как это вообще связано со смелостью? Есть две крайности у людей. Одни живут как кролики, забиваются в угол и всего боятся, каждого хлопка. Люди забиваются в угол, боятся как кролики всего. И тоже думают, что что будет, то и будет. А другие, наоборот, у них как раз-таки этой смелости много. Они смелые, они делают всё, что хотят, но благоразумия как раз-таки у них не хватает. Они постоянно нарываются где-то на что-то, и я скажу от себя то, что я часто так всё равно делаю. Я нарываюсь на всякие проблемы. И вот в этом стихе Бог говорит. Вам я дал духа силы, духа любви, но и про благоразумие тоже не забывайте. Иногда нужно носить маски, иногда лучше помыть руки после чего-то. Тоже у вас есть разум, не забывайте об этом. Нужно учиться балансу, нужно держать баланс, чтобы не падать. И вот у меня к вам такой вопрос. Вот вам нужно сказать тему перед... Не тему, а какую-то конференцию перед огромным количеством людей. Что вам будет более важно? Ваш характер, как вы будете это преподавать? Или дар, то, что у вас есть дар говорить красиво? Вот у вас будет 15 секунд, если у кого-то будет что-то сказать, я буду рад вас послушать. Характер или дар? Я думаю, характер важнее. Характер, он воспитывается, допустим, да, допустим, за 10 лет ты можешь воспитать характер больше, чем другой человек развьет свой дар. Я даже знаю люди, которые даже дарованы, допустим, они могут правильно сказать, и ты можешь понять. Но если судить, допустим, по характеру, то характер в плане, допустим, донесет правильнее. И, допустим, пастор Шевченко, он больше, мне кажется, характером бьет, потому что он, допустим, если берет какую-то тему и объясняет ее, он очень вот так грамотно все извивает и объясняет. То есть очень красиво все это преподает. Мне кажется, что дар позволяет любить это дело. То есть вот, допустим, когда у тебя есть какой-то дар, ты можешь, ты видишь в себе эту способность, допустим, даже там играть на каком-то инструменте, то у тебя есть все-таки где-то там в подсознании такое желание этот дар развить, чтобы довести его до определенного уровня, чтобы тебе сказали, или ты сам понял, что я молодец, я хорошо это делаю, у меня все получается, да, и есть куда дальше двигаться. Я думаю, что дар тоже... Но для этого нужен характер. Безусловно, характер чуть-чуть поважнее, чем дар, но Бог никогда не ставит в противовес эти две вещи. Это как крылья у птицы. Невозможно летать на характере, а другим крылом падать. Ты можешь сказать, что я смелый, я буду идти завоевывать мир, но у меня нет дара, что делать. Я, типа, посижу, я могу изменить мир, но Бог меня не благословил. Ну, есть такие отмазки, на самом деле, то, что я все могу, но, по-моему, у меня нет к этому дара, я не буду это делать. Я хочу привести один пример. У Иисуса были апостолы. Я думаю, каждый слышал это слово, знает то, что они были. И вот он ходил с ними, он благословлял их, он рассказывал им притчи, учил, вкладывался в них, но они люди. Они не были богами, они не были кем-то, они ошибались тоже. Они ссорились между собой, они думали, кто из них главнее, они много ошибок совершали, но они делали, конечно, много хорошего, так что не надо думать об апостолах, что-то плохое. Они тоже люди, они ошибались. И как вы думаете, что сделал Иисус? Он мог сказать, ну, эти апостолы давайте других мне, потому что эти ошибаются, я других благословлю. Взамен этого он взял и сказал, апостолы, вы молодцы, я вас принимаю, давайте мне еще 70 учеников, я их благословлю. И он всегда хочет благословлять. Он не то, что хочет, он это еще и делает. Иисус всегда благословляет вас на дела. Он дает вам определенные дары, и всегда хочет, чтобы вы шли и меняли этот мир. Нужно реально начинать идти смело. Надо начинать молиться, надо начинать о том, что мы верующие говорить. Потому что большинство из нас, ну, правда, мы живем в этом мире, у нас есть крестик, допустим, у кого-то, у нас есть Иисус в сердце, но мы не хотим говорить о том, что мы верующие. Будьте смелыми, благоразумными, потому что если мы хотим войти в Божий мир, без усилий, к сожалению, это не получится. Мы можем приходить на служение или на месы в воскресенье. Это все. Но вспомните, сколько страдали ученики, сколько страдали апостолы за веру, за Иисуса. Сейчас у меня есть такая цитата из Деяния 4 главы. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоих со прочерк говорить слово Твое». Как вы думаете, что там написано? «Дай рабам Твоим со смелостью говорить слово Твое». Это русский перевод? Нет, это синодально. Это мастерновение. Со смелостью говорить. То есть они не просят, пусть там президент покается или там пусть церковь вырастет до 5000 человек каждый день. Они просят смелости, чтобы они были смелыми. И смелость очень сильно связана с силой. То есть если мы будем смелыми, и будем идти провозглашать слово, то Бог будет сильным. Он будет действовать через нас сильно. Причем Иисус не просто дает нам «Вы будете смелыми, я буду вас награждать». Он нас подталкивает к этому. Вспомните случай с таким человеком, надеюсь, вы его знаете, Иоанн Креститель, который крестил людей, и к нему, бах, пришел Иисус сам. Он почувствовал, что это Иисус, он не будет его крестить. Он ему говорит «Я не достоин тебя крестить». Иисус говорит «Давай все сделаем как надо. Крести меня». Он такой «Ну ладно, давай крещу тебя». Иисус его призвал «Давай ты это сделаешь». Я, конечно, это говорю более такими русскими словами, так простенько. Но Иисус подтолкнул Иоанна крестить его. И смелость поменяла атмосферу. То есть, когда мы видим смелого человека, например, Миха будет идти всех зажигать, все «Давайте идем на улицы, будем рассказывать об Иисусе», а мы будем сидеть такие «Ну, нет». Но ты же все равно будешь менять эту атмосферу, ты будешь зажигать нас. А если ты будешь говорить «Ну, нет, не пойдем никуда», то атмосфера будет падать. Поэтому я призываю вас, будьте смелыми, будьте благоразумными. Самое главное, чтобы эта смелость не была безумной, чтобы это все было в меру. Берегите себя и своих близких. Ну, мне интересно, что вот этот момент, который ты сейчас с Иоанном Крестителем привел в пример, о том, что Иисус, Он пришел для того, чтобы послужить людям, да? И тоже Бог дал нам такую возможность служить для Него через других людей. Или так напрямую, да? Просто как-то там своими делами, действиями. И это очень интересно, что Иисус сам, да, сам Бог пришел к простому человеку, Иоанну Крестителю, и сказал, «Давай, крести меня». Так же Он приходит и к нам, да? «Давай поговори, давай еще что-то». Просто такой Он, Он свободный, да, по отношению к нам. Он хочет быть таким... Он не хочет быть, Он открытый, да, для каждого из нас. И мне это очень интересно, что Бог дает нам столько разных возможностей в повседневной жизни с Ним встретиться. Просто как с другом, просто как с братом, да, с таким особенным для нас, особенной для нас личностью. И вот этот пример с Иоанном Крестителем меня подтолкнул к этой мысли о том, что действительно Бог дает нам в нашей жизни много возможностей с Ним быть вместе. Просто служить для Него, служить вместе с Ним. И от этого жизнь, мне кажется, становится прекрасней, от этих возможностей. Ну, я помню, у меня был такой случай... Короче, я работал в автосервисе, и там все такие мужики, типа... И я такой, «Боже, отдавай, что я вам сказал!» Ну, я работаю с ними, они там все матерятся, я такой, «Ну, ни одного мата не сказал!» И такой, «Не пью, не курю!» Они мне, «Давай, иди с Бабом не гуляй!» Я говорю, «Не, не буду я!» Мало того, короче, мой дядя, он такой... Он против моей религии, против моей веры. Ну, вообще, я с ним нормально общался, потом вот я стал верующим таким, обратился, и он, короче, «Все, ты, короче, теперь уже не человек!» «Что с тобой случилось?» Да, ну и вот он работал там тоже в этом автосервисе. И мало того, что я просто там ходил такой, «Боже, отдавайчик!» Я еще и евангелизировать их начал. Я там всех этих мужиков, всех зову в церковь, вот на встрече мужчин будет такой, с ними договаривались, общались. Потом там одного они вообще ненавидели, чувака. И они его там издевались над ним, смеялись. Я говорю, «Чего вы над ним смеетесь?» «Он мужик, он старше меня!» Я ему говорю, «Вы чего над ним смеете?» Короче, мой дядя, он ездил на работу, короче, с одним мужиком. И я, короче, сказал, «Все, я с вами не буду ездить, я буду с тем ездить, над которым вы издеваетесь!» Я евангелизировал этих мужиков, и мало того, я такой думал, «Блин, надо дядю тоже спасать как-то!» И у нас было, что там, какое-то мероприятие было в церкви, и я такой, «Блин, надо его позвать!» А он так вообще негативно к этому относится, и у меня внутри такой мандраж, типа, «Блин, страшно!» И вот надо такую смелость реально, чтобы ему сказать. И я такой, «Ладно!» Потом говорю, «Вот, у нас будет такое мероприятие, можешь прийти посмотреть хотя бы, чем я занимаюсь, потому что ты так хейтишь меня, ну, ты приди, посмотри хотя бы, что это такое!» А он такой что-то, «Ладно, хорошо такое!» Конечно, он не пришёл, но это такой опыт смелости, то, что я сказал, вышел. А он вплоть до того, он мне говорил, типа, «Отстань от мужиков!» Типа, вообще, вот он прям так мне говорил. А тут я ему сам говорю, «Пойдём к нам на встречу!» Спасибо. Ну вот, что касается таких моментов евангелизации, то таких тоже было и в моей жизни много. Например, мы не так давно делали концерт, прославление, это была молитва, но приходили люди с улицы просто, и нужно было с ними разговаривать, да? Это тоже такой труд для многих просто выйти и начать говорить с человеком. Или, например, у меня было такое, что, вот, допустим, мы молимся за людей, и так часто бывает, что приходит какое-то слово, да? Ты думаешь, вот сейчас, наверное, этому человеку это было бы подходящим чем-то, да? Но ты думаешь, ё-моё, как я сейчас это скажу? Ну вот, а чё подумают, скажут, ага, сейчас, буду я слушать какую-то девчонку, да? Вдруг она меня обмануть хочет, ещё что-нибудь, да? Я думаю, вот как можно это сказать? Или там на общей молитве, да? Просто слово тебе пришло, тебе надо к микрофону подойти и сказать, вот так, вот так, вот так. И всегда эта борьба просто, ай, наверное, это не ты, Господь, давай дальше молиться будем. А это слово сидит в голове, а ты просто думаешь, ну нет, Господь, возьми другого, пожалуйста, пускай он скажет, ну почему я? И просто эта мысль в голове крутится, крутится, ты думаешь, всё, надо, надо идти, надо сказать. И весь вот так дрожишь, подходишь к этому микрофону, у меня вот так слово пришло, а потом к тебе подходят люди и говорят, а знаете, мне коснулось это слово. И ты понимаешь, что, вау, не зря, не зря я боролся в себе, да, и всё-таки Господь дал мне эту смелость. И в такие моменты просто понимаешь, всегда надо выходить из себя, чтобы дальше идти людям, нести Христа, потому что они в нём очень нуждаются, и это классно. Но этот опыт про то, что быть пророком в своём Отечестве сложнее всего, потому что реально в семье, особенно когда ты живёшь в неверующей семье, и вдруг стал верующим, то это сложнее, чем, допустим, там, друзьям евангелизировать, да. У меня в церковь из семьи никто раньше не ходил. Просто я так через Соню узнала про церковь, начала в неё ходить. Раньше меня бабушка водила в протестантскую церковь, и потом вот я сюда пришла, и с мамой у меня были тяжёлые отношения, и папа мой... Ну, папа до сих пор в церковь не пришёл, но это исправим. Мама сейчас ходит в церковь, но для меня тоже было очень сложно. У нас с мамой постоянно мы с ней ругались, на почве того, что я часто... Дома меня не бывает, а я просто здесь, вся моя жизнь кипит, да, я что-то делаю, что-то развиваюсь, и ей было странно. Она меня пускала, но ей было странно, куда я хожу. И просто... Мне всегда хотелось её пригласить, и как-то я пригласила её на альфа-курс. Конечно, для меня это тоже был очень тяжёлый шаг в моей жизни. Я стояла так, наверное, возле зала минут пять с этим приглашением, и думала, подойти, не подойти, подойти, не подойти. Сердце так бешено колотится. Думаю, что я ей сейчас скажу? Мама, приходи в церковь! Я думаю, мама, смотри, у меня здесь приглашение, да. Я подошла, она смотрит, говорит, ну, я приду, если с работы получится. Ну, она пришла, посмотрела, чем я здесь живу, с кем общаюсь, и по работе у неё не получалось, по графику. Потом ещё библейский семинар. А здесь у нас был волонтёр Адам, и он мне всегда говорит, маму приглашай, с мамой общайся. Всегда-всегда говорил мне. Я думаю, хорошо, буду. Всё, собираюсь силами. Думаю, о, библейский семинар, позову маму. Опять стою с этим приглашением, комок в горле просто, как я сейчас её позову? Но всё-таки решилась, позвала её, и с этого библейского семинара её жизнь изменилась. И теперь она ходит в церковь, да, и она знает, чем я живу, и мы с ней сблизились, общаемся, да, у нас есть больше общих тем теперь в жизни. И вот, и очень так интересно, как всё-таки смелость помогает, потому что, когда ты выходишь из себя, как меняются жизни людей вокруг. ВОСТОРery